Он в виде большого ангара, который, соответственно, будет разделен перегородкой. В разминочной зоне порядка, наверное, 8, может быть, даже 10 помостов разминочных. И соревнования, как и в прошлом году, будут проходить на двух помостах. В плане проживания вся информация будет на сайте Федерации. По поводу регламента информация следующая. Предварительная, может быть, какая-то? Да, предварительная информация. Женщины будут выступать в первый соревновательный день. Как обычно. Единственный момент, они будут выступать не самыми первыми. Но тот же Таталшоп точно будет, правильно? То есть все, кто захочет купить штанги для занятий тяжелоатлетикой, они смогут это сделать? Да, конечно. В прошлом году на собрании озвучивалось, что судьи будут оплачиваться теперь на всех соревнованиях. И стоимость работы судьи будет составлять 300 рублей. На ближайшие два старта Москвы не намечается в качестве места проведения. Поэтому те, кто хотел приехать, выступить в столице нашей Родины, выступить в шикарнейшем зале, в отличных условиях. То есть, в принципе, международный уровень соревнований иногда в худших залах проходит намного. А здесь все будет просто супер. Алексей, ты являешься организатором будущего чемпионата России в старших возрастных группах. Я знаю, уже есть информация, где будет проходить, при каких условиях. Регламент, может быть, уже известен. Не мог бы ты рассказать, прежде чем пока еще не появилось положение соревнований, чтобы можно было донести информацию? 22-го чемпионата России в старших возрастных группах известно. Это 17, 18 и 19 марта. Место проведения город Москва. Стадион «Салют Герклеон». Как и в прошлом году. Всех ждем. Приглашаем от всей души. Будет, я думаю, очень здорово и интересно. Учли все мелкие недочеты, которые были в прошлом году. И в этом году он будет просто на порядок выше. Есть небольшая тонкость по месту проведения. Те, кто был в прошлом году, да, это будет тот же стадион, что и в прошлом. Но на этом стадионе построен новый объект, в котором он будет проходить. Он достаточно вместительный. Немного удобнее будет в плане разминки спортсменов. Будет больше разминченных помостов. Он в виде ангара, правильно? Он в виде большого ангара, который, соответственно, будет разделен перегородкой. В разминочной зоне порядка, наверное, 8, может быть, даже 10 помостов разминочных. И соревнования, как и в прошлом году, будут проходить на двух помостах. Поэтому... Ну, мы, наверное, уже могли видеть это помещение. Из недавнего видео канала Гераклиона, где они освещали... Совершенно верно. Проходил силовой турнир по правилам, которые были на самом первом чемпионате Европы по тяжелой атлетике. Соответственно, вот этот видеоролик вы можете посмотреть. Как раз он проходил в этом помещении, да? Очень красиво. Именно в том зале. Именно в том зале. Ну, к чемпионату, я думаю, мы там добавим туда интересных вещей, каких-то новшеств в планах есть. Хорошо было бы добавить питание на месте, но не такое, как было в прошлом году, где за один прием пищи, там, 500 рублей приходилось платить. А вот более такие доступные какие-то варианты. Ну, здесь, смотрите, всегда есть свобода выбора, то есть, конечно же, там кафе будет присутствовать, оно, правда, пока неясно будет в самом вот этом ангаре, либо нужно будет чуть-чуть пройти в тот зал, где в прошлом году проходили соревнования, там побольше будет выбор блюд в этом году. Ну, здесь по поводу низкой цены, здесь самостоятельно, мы подскажем варианты, на самом деле, есть там кафе через дорогу, в котором можно прийти и покушать. А в плане проживания? В плане проживания вся информация будет на сайте Федерации. В прошлом году... Вот я бы хотел как раз остановиться на этом моменте. Вот в прошлом году, как бы, все это было остановлено, ну, не оставлено, как бы, на выбор и поиски самими спортсменами, но там, где вот мы проживали, вот, к сожалению, не помню, как называется гостиница, но можно... Да, ну... Вот в той гостинице, по-моему, были и цены доступные, и она очень большая, там было, я знаю, много свободных мест. А люди, спортсмены некоторые приезжали, кто ко мне обращались, я их посылал туда, а некоторые же, они же, там, допустим, не дошли до меня, они, допустим, тратили, там, может быть, дополнительное время, полдня на поиски. Ну, я могу сказать, что в прошлом году мы предложили на сайте Федерации, между прочим, это все было, три варианта проживания. И это гостиница была? Это было две гостиницы, одна гостиница ближе к метро Сходинская, то есть немножко в другом районе, соответственно, вторая гостиница называется Покровский-Стрешнево, от этой гостиницы, буквально, там, 200 метров, и на троллейбусе садитесь. Сейчас дорогу отремонтировали, ну, не больше 15 минут езды, выходите, и практически через 5 минут вы на стадионе находитесь. По проживанию в прошлом году до 3000 стоил двухместный номер, соответственно, номеров свободно было очень много, и, опять-таки, в прошлом году 10% скидку предоставляли для участников чемпионата России, и в этом году то же самое, там, просто нужно сказать, на соревнования по тяжелой атлетике. Гостиница – это при ФМБА, то есть там, они, в принципе, знают, что, ну, скажем так, это спортсмены, да, как раз обычно приезжают, и большей частью спортсмены, поэтому, наверное, такая наша гостиница. И также вторая гостиница, ну, у нее каких преимуществ нет, она также, нужно ехать на общественном транспорте, от другой станции метро, примерно, такое же проживание. И хостел, сейчас я не скажу его местоположение, ну, там совсем дешево, просто переночевать. Возможно, это актуально для больших команд, которые едут сразу, там, 5, 6, 7, 10 человек, то есть можно снять одну большую комнату, да, и все. Ну, там, по-моему, где-то в шаговой доступности буквально было, да? Хостел, буквально несколько минут, но, единственное, нужно было обходить дворами. В этом году заранее мы подготовим все маршруты, как добираться, да, чтобы у всех гостей поменьше было трудно. Ну, да, хотя бы, хотя бы, помимо, вот, положение понятно будет, допустим, вот, выбрано 2-3 гостиницы с адресами, но можно будет дополнительно, в принципе, дать мне информацию и накануне, прям, там, за несколько недель, чтобы люди перед отъездом могли еще раз зайти на сайт и уже более подробно выяснить, там, маршрут проезда, там, или какие-то другие еще варианты. И тут в качестве пожеланий, как бы. А еще такой момент в плане регламента, ведь на прошлых соревнованиях, там, один поток у нас женщины, ну, делились. Да, вот, по поводу регламента есть какая-то информация? По поводу регламента информация следующая. Предварительная, может быть, какая-то? Да, да, предварительная информация. Женщины будут выступать в первый соревновательный день. Как обычно. Единственный момент, они будут выступать не самыми первыми с самого утра, а будут у нас выступать в последнем потоке, который, ну, предварительно где-то в 15-16 часов начнется. Соответственно, они, возможно, будут разделены на двух помостах, но все будут выступать в одном потоке. Остальное все как обычно. А в связи с чем это? Почему это не так, как обычно? На самом деле хочется женщин переносить ближе к концу соревнований, потому что видим мы интерес тяжелоатлетики именно в ветеранской, скажем так, в более молодых группах. Соответственно, люди все эти работающие. И приезжать, допустим, в четверг с утра, обычно накануне приезжают многие, да, это... Ну, надо брать отпуск. Поэтому хотим потихонечку все это перемещать, да, Желательно, конечно, со временем, наверное, даже на субботу, на воскресенье. Потому что в России пока именно женская часть не самая массовая в ветеранском спорте, а вот международная практика показывает, что огромнейший интерес именно у женской половины к таким стартам, всегда количество участников женщин, оно даже уже приближается к мужским по составу. А еще планируется ли организаторами что-то в виде магазинов спортивной атрибутики, спортивного питания, еще что-то? Да, конечно, конечно. Предлагались ли кому-то? И со стороны Федерации, и со стороны фонда «Гераклеон», который, в общем-то, имеет огромный опыт в проведении различного рода турниров, есть варианты привлечения спонсоров различных. Соответственно, одним из моментов в спонсорском пакете своеобразном, да, это предоставление продукции, спортивного питания, экипировки. И пока, скажем так, не было конкретного разговора, но, тем не менее, уже есть люди, которые участвуют на регулярной основе именно в помощи в проведении соревнований, как это было в Бакулеме, да, и, в общем-то... Ну, тот же Total Shop точно будет, правильно? То есть все, кто захочет купить штанги для занятий тяжелоатлетикой, они смогут этого сделать, да? Да, конечно. Мы тоже понимаем, что... Вот не хватает... В регионах иногда сложновато до сих пор что-то приобрести, даже через интернет. И многие, допустим, хотят что-то померить на месте. Но мы со своей стороны такую возможность предоставим, и призами тоже не объявим. И не хватает, вот, кстати, спортивного питания. То есть люди вещи покупают, а вот в плане спортивного питания... Ну, спортивное питание, оно не так развито в тяжелой атлетике. Хотя есть информация, что многие крупные бренды спортивного питания, они в последнее время, это вот буквально последние полгода, они взор свой на тяжелую атлетику обратили. То есть уже несколько примеров, есть конкретных предложений по спонсорству. Ну, не в ветеранских соревнованиях, а конкретных спортсменов, либо конкретных федераций. То есть конкуренция в этой среде у них достаточно большая. А тяжелая атлетика, в общем-то, олимпийский вид спорта и каких-то серьезных партнерских отношений не с одним брендом спортивного питания пока нет. Ну, я говорю про все уровни, да, начиная там от детских и заканчивая вот самыми старшими спортсменами. Если кто-то это видео увидит и решит вдруг, а давайте вот мы попробуем вместе поработать, федерация всегда открыта. А вот еще если сравнить с прошлым годом, тогда работа судьи оплачивалась. Вот в этом году планируется или это тоже от чего-то зависит, от спонтанности какой-то? У нас в прошлом году на собрании озвучивалось, что судьи будут оплачиваться теперь на всех соревнованиях и стоимость работы судьи будет составлять 300 рублей. А в Бугульме разве оплачивалось? В Бугульме не оплачивалось, но там немножко с бюджетом сложновато было. Там, конечно, много местных судей привлекли, которые помогли, скажем так, местные спонсоры оплатить их работу. Ну, как бы такая позиция принципиальная, что любая работа должна оплачиваться, в том числе и судейская. Поэтому, я думаю, ближе к соревнованиям уже нужно будет нам определиться со стороны. Если у кого-то из спортсменов, которые приезжают, допустим, на несколько дней, есть желание немножко компенсировать там свою поездку или уменьшить сумму стартового взноса как раз за счет судейства, то мы милости просим. Конечно, хотим, чтобы человек разбирался все-таки в паралетах современных, потому что они так все-таки развиваются со временем. Ну и соответствующий внешний вид, да, то есть не в спортивном костюме судей должен. Ну, по положению, как там сказано. Да, да, он должен выглядеть судьей. Ну, слава богу, в Москве достаточное количество своих судей, в том числе и молодых, которые, в общем, с удовольствием будут готовы помочь. Потому что на двух помостах это всегда непросто, это сразу нужен двойной, скажем так, штат судейский. Ну, комплект, да, штат. Сразу одномоментно бывает непросто их собрать. И оборудование комплект. В том году, да, столкнулись с такой небольшой сложностью, что первый день там с трудом набрали судей. Он был рабочим днем. Соответственно, многие все-таки где-то работают в других местах. И выходные, пожалуйста, на четверг был тяжеловат. Ну, сейчас чуть попозже, начнется пятница соревнования. Все должно быть хорошо. Ну, наверное, и все, да? Есть еще какая-то информация? Ну, в общем-то, информация для всех. Приезжайте. Приезжайте, потому что уже так есть какие-то наметки по следующим соревнованиям именно в старшевозрастных группах. На ближайшие два старта Москвы не намечается в качестве места проведения. Поэтому те, кто хотел приехать, выступить в столице нашей Родины, выступить в шикарнейшем зале, в отличных условиях. То есть, в принципе, международный уровень соревнований иногда в худших залах проходит намного, да? А здесь все будет просто вот, просто супер на уровне. И, конечно же, как обычно, по традиции подготовили мы очень красивые медали, которые уже в пути. То есть, буквально на этой неделе они должны прибыть в Москву. Таких еще не было. То есть, большая, самая большая по размеру. с эмалью, тяжелая. В общем, очень красивая. Есть за что побиться. Ну и, как я уже говорил, призят спонсоров тоже будут. Так что всех ждем. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok